Всем привет, друзья мои! Это будет давно обещанное вам видео про то, чем я крашу свои волосы. Я уже много раз отвечала, много раз показывала краску. Все дело в том, что сама краска, которую я крашу, она супер специфическая, и она не всем подойдет, и у нее много нюансов. Точнее, это даже не краска, это глазирование. То есть это тонирование с эффектом ламинирования и насыщенного цвета. Она даже может закрашивать седину. Она может осветлить на один, наверное, тон, не больше. Она может придать блеск, она может немножко увеличить диаметр, но у нее есть много подводных моментов, поэтому ни в коем случае она не для всех. К сожалению, не у всех на земле абсолютно одинаковые волосы. Это какая у вас структура, определенный тип краски, вам лучше подбирать. Вот так вот выглядит краска. Называется она ColorSync, марка Matrix, и вот здесь вот нарисована пропорция один к одному. Ну, ее же собственный ColorSync из этой серии Oxidant, который продается в огромной упаковке или в такой вот маленькой, наверное, миллилитров пятьдесят, один к одному смешиванию. Прошу вас придерживаться этой пропорции. У некоторых светлых цветов может быть пропорция другая, насколько я помню. Первое, что вы мне должны обещать, если вы задумаетесь хотя бы окрашивать этим продуктом свои волосы, пожалуйста, никогда не берите другой Oxidant из другой марки, из другой линейки, из этой же марки для другой краски, потому что вот это вот работает вместе как пазл. И будет такая хрень, такая дичь, вы испортите себе волосы, если возьмете что-то другое. Краска, тонировка, глазировка ColorSync работает со своим, собственно, Oxidant, который в процентаже 2,7. И если вам будут впаривать в каком-нибудь магазине для парикмахеров, что берите любой другой Oxidant, например, там L'Oreal, того же Matrix в 3%, и все у вас будет хорошо. Нет, у вас будут теплого оттенка, пересушенные, ужасные волосы. Проверено на практике, вот почему-то они как-то так сделали, но это реально глазирование, оно вот закрепляется правильно, и оно даже окрашивает правильно только за своим Oxidant. И если вы возьмете обыкновенный Oxidant от другой краски или другой марки, у вас будет обыкновенное окрашивание, не глазирование, поверьте мне. Самый интересующий всех вопрос, это оттенок. Мой оттенок 6А, вот конкретно мне он нравится, он похож на мой родной русый, но он немножко более вкусный и немножко более блестящий, при этом вполне натуральный. Что мне в ней нравится и почему я ее выбрала? Я подкрашиваю корни, и постепенно она вымывается, и получается такой достаточно симпатичный градиент. Происходит это именно потому, что она не краска, а тонирование, то есть она будет вымываться в процессе окрашивания. В чем есть минус? Если вы красите краской краской на более высоком Oxidant, это действительно стойкая, кроющая крем-краска какая-нибудь профессиональная или масс-маркет, это не важно. У вас что происходит? Допустим, 2 см отросло вы наносите 3 или 4, у вас ничего страшного не произойдет. Если это не осветляющая краска, у вас будет нормальный цвет. Чего нельзя делать? Вот с этой историей она тонировка, она не убирает цвет, она только докладывает цвет, добавляет цвет. Если вы сделаете, когда у вас отросли 2 см корней, 4 см краски, у вас будет 2 см вашего цвета, 4 см более темной полосы, и дальше снова ваш цвет. Вот такой вот нюанс, именно поэтому я не прям стремлюсь всем советовать ее, это не единственный нюанс. Второй момент, она немножко вот улучшает качество волоса, особенно пока у вас свежее окрашивание волос, какой-то такой более блестящий. Правда, как в ламинировании, у него больший диаметр, но немножечко более пушащимся он будет, когда этот продукт будет вымываться. Поэтому те, у кого вот так вот уже гнездо, вы уже не можете это прочесать, нужно прям вот бежать от этой краски как можно быстрее, желательно в сторону окрашивания на основе масла. Возьмите какую-нибудь краску масляную, они сейчас есть в линейке Vella, непрофессиональной, в линейке L'Oreal, профессиональной, бюджетная, Constant Delight, насколько я помню, есть окрашивание с маслом. И вот если у вас вот это вот уже пористое, убрать эту пористость поможет как раз-таки краска на масляной основе. Здесь ситуация обратная совершенно, это как будто покрыть ногти лаком, то есть немножко увеличивается диаметр, полупрозрачный цвет и блеск. Но и в течение носки она немножко сильнее выгорает, она немножко сильнее от хлорированной воды вымывается. И подумайте сами, подходит вам такой вариант или нет. Есть случаи, когда я вам могу ее советовать. Самый главный случай, кому я советую вот этот продукт, если вы мне обещаете, что вы все будете делать по инструкциям, это тем, кто окрашивает волосы в черный цвет. Почему? Я надеюсь, что все уже знают, если у вас не было такого опыта, то вам везло, я вас предостерегу на всякий случай, из черного безумно сложно выбраться. То есть, если вы окрашивали в темный цвет, закрасить, перекрасить, осветлить будет достаточно сложно, без смывки. Но вот этот вот продукт, да, он во время носки вот так вот на тончик, вот под вымывается у вас. Если вы вдруг решите, что вам хочется сделать волосы светлее, то с помощью масляных масок, которые немножко убирают пигмент, вы можете на пару тонов даже за несколько месяцев стать светлее. Если вы еще отправитесь на отпуск, то в принципе из шоколадного можно стать теплой русой, или из черного можно стать шоколадной. Просто за счет того, что все окрашивание у вас происходит на поверхности волоса, а не внутри. Так вот, две вещи, которые нельзя с ней делать, смешивать ее с другими оксидантами, или наносить более широкой полосой, когда у вас отросли корни, обещайте, что вы никогда этого не сделаете. Значит, что не получится сделать? Не получится сделать значительно светлее, больше, чем на тон не осветлится. Более того, в этой линейке у меня вот человеческий оттенок, ну то есть цветной, есть еще и прозрачный, то есть просто ламинирование. Что он даст? Он даст просто сильный блеск волосам, но при этом, когда вы несколько месяцев уже поживете, будете постоянно мыть шампунем, вымывать этот цвет, чуть-чуть могут стать теплее волосы. То есть, например, берем русые волосы, окрашиваем прозрачным тоном, он называется клир, здесь так и будет написано, что он клир, прозрачный, то что будет происходить на полтончика вы станете светлее. Почему? Потому что очень блестящие волосы немножко кажутся светлее, чем более матовые. Абсолютно точно, это продукт только для тех, кто не боится, что чуть-чуть пористей станет волос со временем, когда это будет смываться, но при этом его диаметр не уменьшится, а чуть увеличится. Когда я говорю об увеличении диаметра, это не значит, что у вас станет в два раза больше волос, просто когда вы будете вот так вот собирать свои волосы в хвост, вам будет казаться, что чуть плотнее, ну как будто 5-10% диаметра волоса и диаметра копных своих волос вы прибавили. Вот и все. Плюс этого окрашивающего продукта, он очень блестящий. Он очень простой в нанесении на корни, поправлять безумно просто. Более того, еще один плюс, он очень экономичный. Вы покупаете упаковку, здесь значит у вас такой тюбик, и на самом деле на то, чтобы подкрасить корни, вам нужно где-то треть смешивать с оксидантом, получается достаточно большое количество. И поскольку наносится на мокрые волосы или вспенивается в результате достаточно экономично, вам не нужно делать такие тонкие проборы, как у обычной краски, поскольку это глазировка. Маленький расход. Расход раза в два меньше, чем у нормальной краски, чтобы подкрасить волосы. То есть еще здесь в принципе большая упаковка, в ней 90 мл, потому что некоторые краски, которые мне встречались, с которыми я работала, которыми я красила, были по 50 мл, и это прям супер невыгодно. Здесь хорошая цена, цена очень сильно варьируется, вы можете найти ее за 450 рублей, можете найти ее за 750 рублей, но представьте, что это на три окрашивания, даже если вы оксиданты докупаете, это все равно не так дорого. И в общем такая подкрашивающая, мне нравится, что здесь такой объемчик, корень такой густой, а если разница исходного оттенка и того, в который вы красите, небольшая, то это вообще плевое дело. Это просто намазал несколько проборов, добавил воды, все это вспенил, посидел, пошел помыл, просто вообще как будто в спа сходил. На упаковке написано краситель тон в тон без аммиака. Все-таки легкий запах какой-то химии есть, но запах в общем и целом достаточно приятный. И казалось бы, какая удобная штучка, где же минусы? Минус, друзья мои. Линейка Матрикс вся отдает немножко краснинкой, то есть цвета все краснее, чем вы привыкли в других красках. Если сравнивать палитру с чем бы то ни было, еще они чуть краснее, и нейтральные оттенки чуть краснее. Если вы красите в темный, вы этого не увидите никогда. Но если вы красите вот в этот уровень цвета, вы уже увидите, если возьмете упаковку, на которой написано N, нейтральный цвет, немножко красноты. И более того, как и во всех красках, закрашивают свину хорошо, только оттенки с маркировкой N, они более плотные. И, соответственно, чтобы получить вот такой оттенок с высоким покрытием седины, придется докупать другой дополнительный цвет, который называется 5ВВ, и добавлять одну горошинку на порцию, одну капельку. Я чуть позже поговорю об этом. Давайте я вам расскажу, как же я пришла к этой краске и почему я не хочу уходить от этого продукта. Дело в том, что регулярно меня представители марок пытаются на что-то присадить, коллеги-колористы все время пытаются на что-то присадить, говоря, ой, тебе нужно позеленеть цвет, или вообще давай другую текстуру, а что ты ей красишь? Почему-то вот у Матрикса и этой конкретной вещи есть противники. Как-то среди мастеров немножко у людей дергается глаз. Но, в общем-то, как я ее нашла? Раньше я окрашивала когда-то безымяченными красками, у меня была Вэлло и Вариаль Кастинг Крем Глосс. Вот чем я красила. Легко пользоваться, она достаточно вкусно пахнет, у нее приятный такой бальзам еще идет в упаковке. В принципе, все было нормально в моей жизни. Ровно того момента, когда я выяснила, какая классная вещь хна для окрашивания волос от Lush. Она слегка тонирует, дает немножко полупрозрачный эффект. Волос более толстый, но она чуть сушит как будто, ну как будто увеличивает диаметр, дает блеск. И с годами я нашла окраску, которая немножко на это похожа. Вот как раз-таки на полупрозрачное ухаживающее окрашивание чуть-чуть тонированный хной от Lush. Почему я разлюбила эту хну Lush? Мазаться хной ужасно неприятно. И хну фиг чем закрасишь. А вот эту вещь, наоборот, очень легко куда-то перекрасить. Легче, чем обычную краску, по крайней мере. У всех, конечно, очень разный опыт с хной, но многие, кто хной красил, согласятся, что ощущение такого толстого волоса, оно обалденное. На него подсаживаешься, то есть как будто вот немножко больше диаметра твоего волоса. Немножко иногда есть ощущение, что ты их уже пересушил, убил, и они дыбом стоят у некоторых, кто окрашивает хной. Но что-то есть в том, что окрашивающий компонент, он на поверхность волоса. И в итоге я начала искать краску, которая давала бы такой же блеск, но была бы нормальной человеческой консистенции. И пусть она будет с аммиаком, но в песке сидеть, блин, 3-4 часа, это просто омерзительно. Красить волосы хной, это такое, знаете, удовольствие не из приятных. После хны я сначала перешла вот на эту краску, и несколько лет ей красилась. Это корейская краска ричена, она с добавлением хны. И она тоже давала утолщение диаметра и сильный блеск, но ее было крайне сложно найти, неудобно наносить, она была неэкономичная. И к тому же, когда я ее купила в первый раз, она стоила, наверное, 550 рублей. Через несколько месяцев она подорожала, потом я начала ее рекомендовать. Она стала еще более труднодоступной, особенно в моем оттенке. И дороже еще на сотку, и через несколько месяцев еще дороже, и через полгода она стоила уже 900 с чем-то там рублей. И мне нужно было где-то примерно 70% упаковки для того, чтобы подкраситься и еще и бегать за ней. Поэтому снова пришлось что-то менять. И когда я пришла к тому, что, значит, этим я краситься не могу, этим я краситься не могу, этим я краситься не могу, но на меньшее я не согласна, и меня не устроит плохой результат, и меня не устроит отсутствие вот этого блеска, к которому я привыкла, меня не устроит, отсутствие дополнительного диаметра волоса. Пришлось искать на просторах интернета ту краску, которая мне бы понравилась. Что я сделала? Я зашла на сайт iRecommend, и на тот момент просто вбила краска для волос. И когда получила уйму отзывов, я тупо перечитала все самыми хорошими рейтингами. И вот у ColorSync, несмотря на то, что ныне, то есть прошло уже года 2,5-3, как я и крашу, сейчас у кого-то начинается нервный тик, паралич, истерика, пена у рта. Как будто, блин, я дьявола им тыку. Не знаю, почему у некоторых моих коллег вот такая вот странная реакция на Матрикс и конкретно эту краску, потому что, наверное, не все умеют ей пользоваться, и не все готовы красить не самым простым продуктом. Так вот, прочитала я и поняла, что две единственные вещи, которые мне подойдут, это глазирование Матрикс, которая в итоге и стала моей краской ColorSync, и глазирование еще одно, я не помню чье, по-моему, кажется марки Чи, но там в отзывах было указано, что со временем у людей сохнут волосы, им не нравится эффект, и она дороже, и как бы, прочитав отчеты людей, которые годами красят, посмотрев все фотографии, вы можете сделать то же самое, зайдите сейчас, посмотрите, что может быть самое там популярное, модное, что там нравится людям, потому что вот тогда, ну, и Ноа была прям топчик, и вот эта вот краска. В результате я посмотрела кучу фотографий, как выглядит, какой оттенок, очень много времени потратила. Выяснилось, что это очень просто в использовании. Вы мешаете один к одному, получаете вкусно пахнущую, достаточно такую пасточку, и она очень просто распределяется. То есть, если вы красите обычной краской, то вам нужно брать такие достаточно тонкие секции. Здесь, поскольку она глазирование, да, вы можете брать секции толще и массировать. Если вам совсем лень, то вы можете смешивать с водой, красить на влажные волосы. Читайте инструкцию, там много разных опций, и вначале, наверное, я вам советую для первого раза не увеличивать сильно время воздействия. Но здесь все намного проще, чем у крем-краски классической. Что я делаю? Я начинаю, в общем-то, намазывать верхний пробор вначале. Перемешала однородно, хорошо консистенцию. Еще можно капнуть протектор Олоплекс или любых аналогов в нужной пропорции. И, в общем-то, начинаю с первого пробора, оступив сантиметр. Почему сантиметр? Вот эти вот волосы у лица очень быстро прокрашиваются. И я это пока оставляю. Покрасила, тык-тык-тык-тык, несколько проборов. Перевернула на другую сторону, тык-тык-тык-тык, несколько проборов. Отделила верхнюю часть вперед, можно на заколку. Прокрасила вот здесь и вмассировала, чтобы было полегче. Фиг знает как левой задней ногой. Отделяю еще 3 сантиметрика, опять же, прям промазываю уже пальцами. Еще, 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 и собираю в хвост. У меня остается не прокрашенным, только вот контур всех волос. Некоторые парикмахеры со мной спорят, опять же, плюются, кусаются. Я не знаю, почему у людей, как бы, когда им не пытаешься нанести никакого ущерба, начинается истерика. Это же я себя крашу. Мой личный выбор. Ну, в общем, когда я прихожу иногда с этой краской к мастеру, случайно мы говорим, что мне нужно вот так. Он говорит, нет, 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 я сразу покрашу. И получается что? И получается черный цвет. Если мастеру очень сильно хочется намазать потолще, не поверить мне, что отраслод 2 сантиметра, а целых 4, получается вот здесь вот затемнение. Именно поэтому достаточно долго я не советовала так уж прям эту краску. Именно поэтому я предостерегаю. Я прошу посмотреть это видео, чтобы вы сразу ознакомились с этой ситуацией. Но если у вас не темный цвет волос, вам ничего не грозит. И если вы красите каким-то там светлым оттеночком, то в принципе у вас не будет этого видимого наслоения. Это только вот от 6 уровня и темнее. Так вот, в результате, когда у меня уже все сделано, я могу подождать еще 5 минут и докрасить вот так вот всю линию роста волос. Далее я ставлю таймер на 25 минут и сижу просто. И если я хочу эффект градиента, я просто смываю. Вот прям вот пошла, смыла это все через 25 минут. Если я хочу эффект чуть-чуть подтонировать и более темных, скажем так, волос на длине, вот они вот так вот вымываются. В процессе корень потемнее и дальше светлее-светлее немножечко оттенок. Если я хочу это сильнее немного затонировать, то можно добавить воды, чуть вспенить и прочесать. Почему прочесать, а не намазать на все? Если намазать на все, волосы будут немножко как парик. То есть они будут, когда одинаковые такие блестящие, плотненькие и одного цвета, это очень ненатурально. Лучше всего каким-то тенгл-тизером немножко прочесать. Пройдусь по оттенкам. Важнейший момент цвет вашей базы. То есть какой цвет, из какого цвета вы хотите прийти. Лучше всего обратиться к парикмахеру, чтобы он вас проконсультировал, того, который понимает, что такое тонировка. Потому что объяснить весь процесс тонирования, из какого цвета получится какой, достаточно сложно. И еще очень хорошо найти на iRecommend или на сайте отзывик фотографии человека с вашим исходным цветом и вашим желаемым цветом. Лично мой оттенок очень похож на этот, но он на тон, наверное, светлее. И он такой неприятно зелено-русого цвета на мой вкус. Такой серо-зелено-русый. И я крашу его в чуть более насыщенный, чуть более приятный, чуть более такой вот сложный оттенок. И за это время, пока я пользуюсь краской, я испробую несколько цветов. Вот так вот, почти черный, будет выглядеть оттенок 3N на русых волосах. На русых. На блонд я вам не советую красить, потому что может получиться не совсем ровно. И, наверное, лучше брать не такой темный цвет и здесь обязательно окрашиваться у специалиста. Если ваши волосы черные, и вы возьмете оттенок 3N и закрасите полностью, как я уже говорила, здесь цвет суммируется. То есть вы станете темнее немножко, чем я была. То есть цвет будет, ну, прям насыщенный-насыщенный, густой черный. Вот такой вот цвет у меня был, когда я решила, что мне нужно чуть светлее. Это был, соответственно, оттенок 4N. И он чуть-чуть тепловатый. Ну, проблема Матрикс в том, что у них красноватые оттенки. И оттенок N, он не нейтральный, а он нейтральный в краснинку. И это создает громадный геморрой. То есть вам нужно еще купить фиолетовый или серый дополнительный оттенок и капнуть чуть-чуть. Но лично я на это геморрой иду, и мне все очень нравится. Мне очень понятно. Мне вот супер понятно. Почему-то с этой краской у меня прям великолепная какая-то синергия. Я постараюсь, как можно больше дать информацию в описании по оттенкам. Но, как вы можете понять, это очень-очень сложно. Еще раз повторюсь, обратитесь к специалисту. Что я сделала для того, чтобы сделать его холоднее? Я просто приобрела, помимо этого, еще и оттенок 5ВВ. То есть чуть светлее и с сильным фиолетовым пигментом. Одну горошинку на общую массу, на миску цвета, одну горошинку. Еще раз повторюсь. Одну горошинку на все, не пополам. Иначе вы будете фиолетовой. В принципе, моя помощница Black Julie, она красится чисто вот этим вот сильно фиолетовым цветом. В темном оттенке этот фиолетовый не сильно виден, поэтому у нее все хорошо. Она просто на солнышке фиолетовая. Поэтому начните с горошинки. Если понимаете, что все еще тепловато, то две добавляйте. Или, повторюсь, что берите оттенки с маркировкой А. Я решила, что нужно стать еще светлее. Взяла 5Н. И опять же добавляла фиолетового. И сейчас вот мой оттенок практически 6А. Вот сейчас вот такой вот цвет. Очень мне нравится. В принципе, я о таком мечтала. Я к нему вышла и вообще пришла, потому что он самый близкий к корням. Честно, мне нравится цвет безумно. Я не считаю, что он мне идет совсем. Он слишком близкий к моему цвету, наверное, родному, поэтому он мне не очень нравится. Но цвет обалденный. Пришла я к нему только по причине того, что так легче жить, так проще подкрашивать. Не сильно видно, когда корень отрос. Потому что если вы краситесь более темный, очень сильно видно, когда у вас светлый корень отрастает. Это безумно некрасиво. Надеюсь, что ты расставил все по своим местам. Надеюсь, что это будет понятно. Если есть какие-то вопросы, что-то непонятное, напишите в комментариях. Пожалуйста, если вы собрались приобретать, посмотрите комментарии. Вдруг я, дура, что-то забыла, чтобы мы с вами не накосячили. Я вас люблю. Целую, обнимаю. Пока-пока.